Всем привет! Продолжаем путешествовать. Сегодня мы в Копенгагене. Хочу показать памятник принцессы Марии. Он расположен в такой променад зоне в парке Лангелина в Копенгагене. Установлен в 1912 году. Представляет собой бюст датской принцессы французского происхождения израильянского дома жены Вальдемара, принца Дании. Датский скульптор Карл Мартин Хансен. Немножко биографии Марии. Мария была старше ребенком Роберта Герцога Шарцкого и его жены принцессы Франсуаза Орлеанская. Ну, сами понимаете, у короля очень интересная родовая линия, но я не буду говорить, тут мало времени. В результате она вышла замуж за принца Вальдемара Датского, младшего сына короля Кристиана, 9-го, после согласия Папы Римского. Это все произошло в 1885 году, 20 октября. Они поселились в Копенгагене, родом из которых был ее муж. Они говорили, что она была очень импульсивная, остроумная, энергичная женщина. К сожалению, не смогла она полностью говорить на датском языке. Но брак ее был удачен, она дала детям свободное воспитание, ее художественный вкус и привычки доминировали в их семье, но это так написано в описании. Обладала независимым характером, твердым мнением, показывая это публично. Мария была известна своей элегантностью. Ну, действительно, на фотографии, которые я смотрел в интернете, очень симпатичная женщина. Кстати, она попросила разрешения у датского суда оставить свой дом и проводить больше времени с художниками. Она любила рисовать и фотографировать. Участвовала в художественных выставках в 1889, 1901, 1902 годах. И была членом датской академии художеств. Вот такая вот принцесса Мария, вот это ей памятник. Кстати, у нее было пятеро детей, была членом партии Левого Крыла, повлияла на утверждение реформ 1901 года, что привело к укреплению парламентаризма в Дании. Ну, собственно говоря, вот и все, что я смог найти вкратце о Марии, памятник которой стоит на променаде в Копенгагене. Копенгаген популярное место, променад в районе пристани, где огромное количество людей, просто огромное-преогромное. И все просто отдыхают. Все, пока, всем привет, до свидания.